Затопленные подвалы и горы бытовых отходов. В чебоксарах коммунальщики бьют тревогу. Из-за нерадивых чебоксарцев в столице все чаще засоряется канализация. Предметы личной гигиены, домашняя утварь, пуховые подушки, куклы и даже паяльники. Что только не находят работники ЖКХ, когда устраняют причину засора канализации. В некоторых управляющих компаниях даже есть музей такой вот человеческой глупости. Почему-то жильцы многоэтажек используют канализацию в качестве мусоропровода. А потом сами же страдают от того, что из подвала дома сильно пахнет, а в квартирах отключают воду, чтобы устранить аварию. Сотрудники чебоксарского водоканала бьют тревогу. Количество засоров неуклонно растет. Только за один день аварийная бригада выезжает до 10 раз. Сбрасывают вот эти все материалы, сбрасывают бытовые отходы. То, что должно сбрасываться, будем говорить, мусоропровод. Вот это является одной из причин. Существует целый список того, что ни в коем случае нельзя выбрасывать в канализацию. Туда входят строительные отходы, тряпки, металлические, деревянные и пластиковые предметы, подгузники. Они не растворяются в воде, разрушают защитный слой внутри труб. К тому же часто просто встают поперек, образуя засор. Стоит отметить, что бросать в канализацию нельзя и бумагу. Она также скапливается в сетях и становится причиной засоров. Количество засоров увеличилось в связи с тем, что наша жизнь сейчас стала более прогрессивной. Появились новые упаковочные материалы. Наш уровень жизни увеличился, но отношение к канализационной системе осталось на таком же уровне. То есть жители наши уважаемые очень часто даже не задумываются над тем, как и каким образом работает канализационная система. Но если кукольный сапожок или резинового котенка в канализации можно списать на детскую шалость, то арматуру и крышки от банок, консервов на человеческую глупость. Валентина Алексеева, Егор Алексеев и Константин Козлов. Вести Чебоксары.